Того, кто впервые попал на Сахалин, поражает высота здешних трав. Заросли белокопытника. Обычно у него листы размером широкополую шляпу. Но на острове его не узнать. А друг нашего детства дудник. Это трава из пустотелых стеблей. Из них мы делали дудочки. На Сахалине и дудник неузнаваем. В чем же секрет такого необычного развития растений? Может быть, особая микрофлора здешних почв стимулирует в травах обмен веществ? Или причина в климате? Или в изменившейся наследственности? Исчерпывающий ответ еще предстоит найти. А пока в Сахалинском комплексом научно-исследовательском институте Академии наук СССР определяют, какие травы целесообразно переселить в другие зоны страны. Оказалось, что и на материке они вырастают гигантами. Из поколения в поколение. На делянке института высевают траву-гречиху Вейриха. И вот осень. Семена собирают, чтобы отправить на материк. Эту траву, переносящую обильные урожаи зеленой массы, уже выращивает на силос совхозы и колхозы Подмосковья, Прибалтики, Коми, АССР. Удивительный мир крупнотравья. Он может преподнести еще не один сюрприз.